В вопросах, ответах я пользуюсь разными данными с интернета, типа респонсов, вот у меня здесь вопрос, ответ равен, да? И больше всего материала, это Арабий Шауль Важгал отвечает. Вот случай, если продавец не додал сдачу, а покупатель ушел, не получил полностью сдачу, и что тогда делать? Долг продавца связаться с покупателем и дать ему правильную сдачу. Ну, если ты знаешь адрес этого покупателя, у тебя есть, он купил какую-то крупную вещь, да, у тебя есть его паспортные данные. Если нет, значит продавцу можно дать объявление в газете, например, такое содержание. Человеку, купившего такой-то предмет, такой-то день и час, и получившего неправильную сдачу, против зайти по этому адресу и получить почитающуюся сумму. Даже если покупатель вернулся через несколько лет, ему все равно надо доплатить недостающие деньги или, по крайней мере, попросить его простить эту сумму. Если ошибку допустил работник магазина, ему не разрешено покидать рабочее место, чтобы найти покупателя. Покупатель ушел, он побежал за этим покупателем, в это время пришли другие люди, разграбили в его лавке все, что было, да? Так он поступать не должен, чтобы найти покупателя без разрешения хозяина или управляющего, поскольку он находится на службе у своего работодателя. Пакет, если кто-то оставил. Если в пакете есть опознавательные знаки, какие-то особенности, где-то что-то надорвано, да, наклейка какая-то и так далее, надо положить пакет в надежное место в магазине, куда они имеют доступа посторонние. Если придет человек и попросит вернуть ему пакет или сумку, указав опознавательный знак, следует, прежде чем его отдать, посоветоваться с равеном относительно проверки его принадлежности. Ну, не так, что те, кто потерял кошелек со 100 долларами, просим не толпиться, да, а стать в очередь. На пакете или внутри него, если нет опознавательных знаков. Если в пакете, например, вяжет какой-то один вид продуктов, обычный для данной ситуации, ну, например, хлеб или яблоки, или один из видов овощей, и наличие такого товара не является опознавательным знаком. Пакет нужно оставить там, где его обнаружили. И если владельцу не сообщили о доставленном пакете, ни один работник не должен его брать. Содержимое пакета следует проверять, не поднимая его с места. Если кто-то, вернувшись, заявит, что пакет его, то он может его забрать. Если там какие-то есть скоро портящиеся, та же самая курица, да, или сыр, творог и так далее, хозяину разрешено продать оставленные покупателям товары по реальной цене, но при условии, что он должен запомнить или записать, да, важнейшие признаки проданных товаров. К ним относятся дата об обнаружении, содержимое сумки и вес товара, сумма, полученная от продажи этих товаров, и указание места, где они должны были найдены. В таком случае, деньги, вырученные от продажи товаров, хозяин магазина может использовать до поры до времени, как свои деньги. Если идет речь о скороборчике с продуктом, он обязан продать их. Но должен запомнить это. В случае прихода владельца, да, он его уже возвращает либо товаром новым, да, либо соответствующие суммы. Да. Хорошо. Когда сделка считается состоящейся? Сделка считается состоящимся, если есть акт приобретения. Называется киньян. Киньян. Киньян – это акт о приобретении. Но киньяном может быть не только документ. Ну, например, вы приобретаете машину, да, и вы приобрели. То есть, важно, если кто-то передумал до того, как сделка состоялась, или кто-то передумал после того, как сделка состоялась. Вы понимаете. Разные возникают проблемы. Также киньяном, например, на ауксывании является последний удар молотка. Или рукопожатие. Помните? Или устное заявление. То это является уже киньяном. То есть, после этого изменение условий сделки совершенно другое, чем до того, когда человек передумал до завершения этой сделки. Устное соглашение не является обязательным по закону Торы, но, тем не менее, невыполнение устного соглашения рассматривается как нарушение доверия. Поэтому, если человек дал обещание купить или продать некоторую вещь, он должен выполнить свое обещание, даже в случае финансовых потерь. Вот у меня, например, был такой случай. Вы знаете, я телевизора не имею. Я люблю смотреть фильмы. Ну, не все подряд. А такие фильмы, которые мне нравятся. Вот я сейчас посмотрел уже. Вчера посмотрел, закончил фильм «Идиот». Да, уже взял «Бесы» Достоевского. Тоже думаю посмотреть. Вот, я не знаю, хороший или плохой фильм. Гибель империи имеется в виду. Гибель Российской империи в революции 1917 года. Я люблю фильмы с историческим. Содержание на еврейскую тему. Хорошие кинокомедии. То есть, те фильмы, которые назидают. Я считаю, что это нормально. Это не значит, что мы должны вот только-только зациклиться на чем-то одном. Иначе мы будем настолько оторваны от людей, что вообще мир вот будет для нас совершенно... Да, мы должны жить в этом мире, как члены этого мира. Но не по законам этого мира, вы понимаете. И, допустим, был такой случай. Я присмотрел диск, да. Но у меня... Я обычно сдаю старый диск и беру новый диск. Доплачиваю 5 гривен. Присмотрел этот диск, у меня денег нет. Я говорю, знаете, оставьте меня, пожалуйста. Вот оставьте мне, пожалуйста, обязательно, да завтра этот диск. А потом передумал. Что я делаю? Я посылаю свою жду. И она подошла и сказала, говорит, вот, значит, так-то и так мы передумали. То есть, нельзя так делать, понимаете? Если отложил человек, а кто-то может в это время продать, да, а в товар отложил, а ты его не купил, то ты обязан сообщить, что ты не можешь его купить. Хорошо. Дальше. Договорная цена, да? Договорная цена. Вот, причем нужно конкретно договариваться на ту цену, которой согласились обе стороны. Как помните, один говорил насчет стульев, что договор там есть при полном непротивлении сторон, да? 12 стульев. Там что-то он такое мудрое закрутил. Он говорит, какой соотехник там, мудрый водопроводчик. Хорошо. Если оплата не была проверена в течение длительного времени, нет основания полагать, будто человек, которому почитается оплата, отказался от вознаграждения. Продавец сохраняет за собой право требовать оплаты даже спустя много лет. Скидки и так далее. Все это должно быть заранее оговорено. Если бывает завышенная и заниженная цена. Завышенная цена, вы сами понимаете, что не должна быть, в принципе, ТОР не ограничивает предпринимателя в размере допустимой прибыли. Но если несколько принимателей договорились повысить цену, то это будет неправильно. Потому что если человек не имеет права купить по более низкой цене, и он вынужден покупать по высокой, это несправедливо. Так же самое, если, допустим, договорились, и кто-то сбивает цену. Ну, вот, например, несколько продавцов мяса, да? И там мяса по 20, там мяса по 15, это еще ничего, да? А тут мяса по 5. У кого будут брать? Того, кто по 5, понятно. Может быть, это он хочет быстро все распродать или получить прибыль. Но бывают еще такие случаи, когда крупные монополии, они стараются задавить своих конкурентов. И они сознательно продают очень дешево товары, да? Для того, чтобы другие конкуренты разорились. Как только эти конкуренты разорятся, они опять повышают цену. То есть, должен быть определенный промежуток, в котором считается цена достаточно разнообразной, но не должно быть как повышение цен, так и понижение цен. Хорошо. За сверхнормативную работу. Работник не имеет права взимать сверхнормативную плату за невыполненную работу. Например, часовщик, закройщик, автомеханик не должны устанавливать непомерно высокую цену за мелкий ремонт часов, одежды и автомобиля. Значит, если действительно сверхнормативная работа, тогда и сверхнормативная плата. Вопросы рекламы. Вы знаете. Во-первых, запрещена всякая антиреклама. В любом виде, допустим, показывают хороший товар и плохой. Вот выбирает хороший товар. А плохой товар имеет упаковку твоего конкурента, да? Поэтому, если нормальная реклама, мы замечаем, там вообще даже просто коробка изображена, да? Без чего-либо. Вот. Значит, нельзя сбивать цены. Вот. Но разрешается предлагать покупателям подарки, гарантии и особые скидки. Предлагать бесплатную доставку товаров. Вот. Ввести рекламную кампанию и рассылать проспекты. Но нельзя говорить, можно говорить, мой товар по качеству лучше, чем у конкурентов, но нельзя говорить, у них товары, низкого качества, или они взвинтили цены. Бракованные товары и недопоставка. Тоже я говорил, что этот случай должны обязательно быть оговорены. Так же, как и трефная еда или некошерность. Вот, например, если ты съел, и товар оказался некошерный. И некошерность была обнаружена после того, как еда была съедена. Значит, надо делать промывание желудка, да? Это шутка. Вот. То есть, есть определенные условия, я сейчас не буду очень подобно говорить, если вы захотите, вы посмотрите здесь, в моем конспекте. Хорошо. Можно ли покупать товар, если у продавца уже достигнута договоренность с другим клиентом? То есть, я договорился, что я у Влади продаю за 100 долларов. Ну, что-нибудь, я не знаю, что. Что-то продаю за 100 долларов, да? Вот. Она говорит, я порисую эти 100 долларов, тебе завтра. Вот. И тут кто-то приходит другой, например, Рома говорит, я тебе за этот товар сдаю 150 долларов. Да? Имею ли я право? А потом Влади скажет, ну, извини, я твои 100 долларов, но вот пришел товар, купил он за 150 долларов, да? То есть, в таких случаях я не имею права поступать, если я так поступаю, это называется бездравственный человек. Бездравственный человек «Роша злодей». Роша злодей. Да. Роша, по-английски. Роша означает «злодей». Вопросы партнерства. Прежде чем вступать в партнерские соглашения, чтобы избежать конфликтов, надо обсудить с будущим компаньоном следующие условия партнерства. Прежде всего, надо урегулировать следующие вопросы. Первое. Какую сумму инвестирует каждая сторона? Это может быть в деньгах, товарах или услугах. Один может дать деньги, другой может дать товар, а третий может сказать, а я вот это все продолгну, у меня есть хорошее рекламное агентство или у меня есть юридическое фирма, которая благодаря этому, значит, услуга, вы знаете, это тоже товар. То есть, заранее должны быть договорены деньги, товары или услуга. Сколько времени каждый из партнеров уделит общего бизнесу, какую конкретно работу он будет выполнять? Следующее. Каковы условия предоставления выходных, праздников и других дней с учетом семейных торжеств? Каким образом будет осуществляться распределение доходов? Каким будет время выплаты заработка? На какой срок заключается партнерство? Будет оно иметь постоянную основу временным или с испытательным сроком? На какую степень ответственности согласны партнеры в случае убытков? То есть, например, если банкротство или другое вещи, значит, как будет каждый из них какой процент выплачивать? В случае взятия банковских суд, надо заранее договориться, какими они будут общими или личными, то есть, на основе совместной ответственности или каждый компаньон будет отвечать за свою суду. Во избежании проблем, связанных с денежными процентами, надо, как и предыдущие вопросы, обращаться к консультации к юристам, к равенам и так далее. И какие условия расторжения договора о партнерстве, если возникает такая потребность? Все эти условия должны быть зафиксированы и нельзя выйти из дела без согласия твоего партнера. Обязанности работодателя. Первая обязанность и самая главная это выплачивать зарплату вовремя и в полном объеме в соответствии с договоренностью за проведенную произведенную работу. Зарплата должна быть выплачена первая вовремя, вторая в полном объеме и третья должна соответствовать произведенной работой. Либо это может быть времени, которое потрачено на работу, либо это может быть непосредственно самой работы. Обязательно должно быть обусловлено время выплаты жалования. А то некоторые берут деньги и выплачут следующий месяц, а в это время эти деньги пускают в рост. Раньше особенность это была, практиковалась в условиях инфляции. Когда ты приходил и на следующий день оказывались все товары в три раза дороже. А зарплата оставалась той же плата за труд проводится в последний день договорного периода. То есть, например, договорились на месяц или договорились, когда будет закончена работа. И это соответствует тому, как оплата до захода солнца. Именно в этот день и не позже. Надо сделать так, чтобы заработанные деньги работник мог получить в установленное время. То есть, работодатель отправляет чек в день зарплаты. Но не договаривается с работником, а работник не может в этот день получить деньги. Будет это своевременная выплата зарплаты? Нет. Своевременная либо он должен договориться, что я тебе сегодня высылаю, но ты этот чек можешь, допустим, завтра и так далее быть оплаченным. В особенности, если доемный работник выполняет работу нерегулярно. и у него с работодателем нет особой договоренности, тогда особенно строго. То есть, оплата труда в назначенный срок, то есть, до захода солнца. Хорошо. Дальше. в случае, когда расчет должен производиться в день окончания работы. Приходящая няня. Так? Частный учитель, репетитор или преподаватель, в том числе учитель Торы. Это я взял из интернета. Учитель музыки, владелец частных язвей или сада, если вы привели ребенка именно в данный момент. Домработница или любой работник по вызову. Сантехника вызывали? Это не то, что вы понимаете. Сразу по вызову. Значит, смех. Хорошо. Теперь вопросы о недвижимости. О недвижимости. В книге «Евлейский закону» Шульхан Арух учены такие вопросы недвижимости, как ремонт, предупреждение и прекращение контракта, условия повышения квартплаты, право на сдачу в поднаем. То есть, я нанимаю эту квартиру, но, допустим, я уезжаю на какое-то время и я являюсь уже нанимателем, хотя дом принадлежит кому-то, а я уже другого человека поселяю в этот дом. Значит, большинство таких вопросов определены в книге Шульхан Арух. Но есть некоторые другие. Вот, например, если ты продаешь дом, то к дому также относятся встроенные шкафы, раковина в ванной комнате или на кухне, где они были установлены хозяином. Вопросы о том, может ли продавец снимать допавочные настилы с пала, то есть ковровые покрытия, паласы и осветительную арматуру относятся к вопросам договоренности. То есть, ты должен продать дом, вывести свою личную мебель, да, но если у тебя там дорогая люстра, висит, значит, ты должен договориться с покупателем дома. Залазит ли он доплатить дополнительно за эту люстру, или ты люстру снимешь и вкрутишь в лампочку. Да, но сантехника, значит, если у вас, допустим, какая-то сантехника дорогая стоит, да, и вы хотите ее забрать на, по крайней мере, раковину, вы должны установить такую, как вы въезжали когда-то в дом. Вот, ковровый, ну, холодильник вы можете не вставлять, да? Опять-таки, газовые приборы, плита, газовая плита, если вы покупали хорошую, вот, если нет, значит, вы не должны снимать плиту и оставать ничего, понимаете? или снимать раковину и оставлять ничего. Вы должны поставить то, что было раньше, или поставить обычную, простую, да? Либо вы лучше, конечно, договоритесь с этим. Вот, можно эти вещи включать в текст контракта. Теперь, какие обязанности работника? Обязанности работника. работник не имеет права непродуктивно тратить время, определенное ему для работы. Он должен стараться работать с полной эффективностью, что возможно при выполнении следующих условий. Первое. Начинать работу вовремя. Второе. Работать сосредоточенно. То есть, не должен приходить, ага, я приду, полежу, подремлю, в три часа помолюсь, попью чай, да, а потом начну работать. Работать сосредоточенно. Третье. Не покидать рабочее место до конца рабочего дня. То есть, не бегать в рабочее время по магазинам и так далее. Если вам нужно, вы можете это спросить у начальника, да? Но так сами по своей инициативе не должны делать. Перед рабочим днем вы обязаны хорошо отдохнуть, чтобы усталость не сказалась на качестве труда. Как говорят, понедельник день тяжелый, да? Потому что в воскресенье вместо того, чтобы отдыхать, наши люди обычно усиленно заправляются. А потом приходят усталые, утомленные и начинают отдыхать на работе. Обязан сытно завтракать и обедать, чтобы иметь достаточно сил и энергии для работы в течение дня. и не покидать рабочее место без согласия законодателя. Работники имеют право использовать рабочее время для выполнения личных заповедей, даже включая почитание родителей, помощь ближнему, благотворительность, беседы со сборщиком пожертвований и так далее. Нельзя раньше времени покидать рабочее место, чтобы успеть на молитву в синагоге или зажечь канукальные свечи, если не договорен с начальником. При этом должно быть недвусмысленное разрешение со стороны работодателя. В противном случае даже нельзя уйти на молитву. Но правила больших работодателей проявляют в этих случаях чуткость, если, конечно, позволяют обстоятельства. Вопросы одалживания. Долг. Тот, кто дает предмет взаимы другому человеку, аннулирует свое право на владение им до конца срока займа. То есть, я даю какую-то вещь этому человеку, я не имею права сказать, ты знаешь, дай-ка мне, я ее попользуюсь, потом будешь пользоваться дальше. До конца говоренного срока он уже как бы не является владельцем этой вещи. Такой владелец не может потребовать возвращения предмета до конца срока займа, даже если остро в нем нуждается. Взявший предмет в долг обязан его хранить. Он несет полную ответственность за сохранность предмета, и если припоручит его охрану даже другому лицу, даже на короткое время, то он все равно несет ответственность, кто он, даже членам своей семьи. человек сидит в приемной и читает одолженную книгу. Если ему требуется ненадолго отключиться, нельзя отдать ее на кроковременное хранение другому человеку. То же самое вы не имеете право, взяв книгу библиотеки, отдать какому-то товарищу, да? Вы можете сказать, пойдем с тобой, я сдаю эту книгу библиотеку, и ты можешь ее сегодня взять. Если кому-то кто-то вам что-то дал, да, вы тоже не имеете права отдавать этому человеку. А то так бывает, вот в особенности меня огорчает, когда я даю книги или что-то такое, и меня не возвращает. Даже не сам факт потери, во-первых, это часто такие материалы, это тоже нужно время, чтобы найти, да? Во-вторых, в это время мог бы пользоваться кто-то другой. Если вы книгу не прочли до какого-то срока, вы обязаны вернуть ее и не говорить, вот извини, я не прочел эту книгу, да, и я повезду еще через месяц тебе дам. Вот, то есть такое делать нельзя. Нельзя чрезмерно эксплуатировать одолженный предмет, например, перегружать стиральную машину или автомобиль. Уже я как начну на этом автомобиле ездить, да? Вот. Возвращая одолженный предмет, надо уручить владельцу или жене владельца, но не кому-то другому для передачи владельцу. То есть если я кому-то должен передать, я должен гене это передать, да? Вот. Я не могу кому-то сказать, вот ты, я должен гене, но я сегодня его не вижу, ты передашь ее гене завтра, да? То есть нужно, только самому нельзя посредников использовать. нельзя посылать ребенка возраста бармицы с поручением вернуть одолженный предмет, потому что ребенку нельзя доверять чужую собственность. Так, если вы берете в долг без согласия владельца, что это называется? Воровство, даже если вы берете в шутку. Вот, бывает, так, у нас в школе шутились, берут чей-то портфель или чью-то шапку, он ее бегает, ищет, смеются, я пошутил, это уже воровство. Значит, кража это не только когда человек крадет какой-то предмет, но даже если он берет на время без разрешения хозяина, это тоже считается воровством. Нельзя пользоваться предметом, который принадлежит другому человеку, без предварительного разрешения хозяина. Заявление типа, если бы я попросил, он бы согласился, недостаточно, чтобы разрешить пользоваться чужим предметом. Если хозяин в прошлом неоднократно разрешал просителю пользоваться этой вещью, то он может полагать, что и на этот раз он получит разрешение. Однако, он не должен так поступать, потому что, может быть, хозяин передумал, да, уже давать ему эту вещь. Предметом, взятый в долг на определенный слог, нельзя пользоваться дольше этого срока. Взятый в долг предмет можно использовать только для этой цели, которую владелец согласился ему дать. Например, если автомобиль или велосипед взяты для поездки, то нельзя их использовать для чего-то другого. Например, на этом автомобиле устроить себе такси. Да? Если я беру автомобиль, и я говорю, что я буду ездить на работу и с работы. Все, я должен только так делать. Человек, пришедшему на работу без плаща, надо в обеденный перерыв, ненадолго отлучиться. На улице идет дождь, и он решает позаимствовать на пару минут плащ приятеля, вещающего в гардеробе. Разрешается ли это? Это кража. Студенты, живущие в одной комнате в общежитии, не имеют права занимать друг у друга вещи без разрешения. У нас иногда коммуна, да? нельзя брать чужие книги без разрешения хозяина. То есть, взятым предметом долг может пользоваться только тот, кто его взял. Человек, взявший вещь в долг, не имеет права давать его долг другим людям. То есть, если ты еще даешь кому-то другому. Так же, как принцип, гость гостей не приглашает. Знаете, я приглашаю одного человека, а приходят десять, потому что гость еще берет гостей. Да. Тот, кто имеет доступ к деньгам, принадлежащим другому человеку, не имеет права одалживать даже небольшую их часть по своему усмотрению. И даже на короткое время. Ну, например, кто-то уезжает, да, и дает тебе на сохранение тысячу долларов. Ты знаешь, что он вернется через месяц. Но эти деньги не даны тебе в пользование, а даны на сохранение. Ты не имеешь права даже один доллар взять. И даже на один день. Да. Есть, может быть, оговорено, если человек, получивший деньги на хранение, может пользоваться в личных целях, но при условии, что сможет их вернуть по первому требованию. Такое разрешается только при предварительной договоренности. Если вы берете, можете таким образом договориться. Если вы потеряли деньги, то вы должны их возместить. Дальше. Иногда человек, давший деньги на хранение, не хочет, чтобы им пользовались. Ну, пачка денег плотно завернута. Из этого следует, что хозяин хочет получить ее в той же самой упаковке. Вы ее не можете вернуть в другой упаковке. Вот такие вещи. Случайные подмены предметов и одежды. Ну, по ошибке. Пошли в баню и одели не те одежды. Ходят всякие, а потом плавки пропадают. Человек, который по ошибке взял чужую вещь, полагая, что она принадлежит ему, не разрешается использовать ее до момента, как только он понял, что ошибся. Потому что причина у нее нет никаких указаний на то, что владелец дал ему разрешение ею пользоваться. И хозяин даже не знает о подмене. И этот запрет остается в силе и в том случае, если взявший чужую вещь по ошибке, не может отыскать свою собственную. Как только ошибка обнаружена, надо предпринять все необходимое, чтобы вернуть вещь ее законному владельцу. зонтик. этой одежды, ссылаясь на то, что ошибся не ты, а кто-то другой. Если кто-то забыл в чужом доме свое пальто, нельзя воспользоваться этим пальто. Здесь не говорится, вещи найдены в общественном веществе, а вещи найдены в твоем доме. И надо сделать все возможное, чтобы вернуть владельцу соответствующие заповеди возвращения потери. Хорошо. Теперь вопросы ссуды по процентам. Рабам книги Яд Хазака в законах дающего долг и одолживающего рассматривают запреты, как одолжить проценты, брать под проценты и так далее. То есть есть вопросы расставщичества, да? И мы говорили, что по отношению к неевреям тут имеется в виду, значит, по отношению к тем неевреям, которые не хотят жить по еврейским законам, то разрешается давать проценты. Но этот процент не должен быть чрезмерным, да? Часто евреи-ростовщики, они были очень жадными. Из-за этого всех евреев часто ругают, да? К сожалению, такое бывает у еврейского народа. Если проценты занимаются, то они должны быть нормальные проценты, не разоряющие человека. Но нельзя давать под проценты человеку, если он бедный, да? Я думаю, как еврею, так и нееврею. Потому что человек бедный, он не может возместить тебя больше. Для того, чтобы возместить больше, он должен больше работать, да? И получается замкнутый круг. Он постоянно будет у тебя в долгу. Он возвращает старое и новое возвращает. Вот так случилось с братом одной женщины, которую я знаю, она в та же церковь ходит, но она еврейка, брат ее, так и она тоже еврей, находится в Израиле. И ему продали квартиру с таким условием, что ты, мол, сначала выплатишь проценты за квартиру, а потом стоимость этой квартиры. Он уже пятый год выплачивает проценты. в квартире он этой не живет, а живет он в общежитии, а квартиру это сдает для того, чтобы выплатить проценты. Вы понимаете? Вот, я ему посоветовал вообще, зачем тогда тебе эта квартира, если так живешь в общежитии, правильно? Он постоянно это никогда. Ему просто нужно отказаться от этого, разорвать договор и даже поговорить с юристом, по-моему, в таком случае это неправильный договор какой-то, да? То есть выплачивается сначала, если ты взял проценты, выплачиваются сначала не проценты, выплачивается сначала стоимость квартиры, да? Потом выплачиваются проценты. И есть еще, говорят, проценты на проценты, да? То есть если ты свой срок не вернул, то этот долг ему еще проценты. Это действительно самая страшная такая вот кабала. Люди выезжают в эту кабалу и не могут расплатиться и ему жалко, потому что он уже эти деньги, он уже потратил наверное раз в пять больше, чем если бы он жил в общежитии и копил деньги на эту квартиру. Правда? Вот. То есть это действительно такие случаи нельзя допускать. Но если ты даешь еще раз говорю для того, чтобы человек расширил свое производство, да? Ты должен заранее договориться из учета ожидаемой прибыли. Ну то есть ты даешь ему тысячу долларов. Он ожидает получить допустим тысяча пятьсот долларов, да? Ну ты можешь взять у него тысяча сто, тысяча двести. Но ты не имеешь права у него взять тысяча пятьсот долларов. Почему? Потому что этот человек не получит прибыли. В таком случае просто банк и этот человек являются как бы партнерами. Партнерами получения прибыли. Вот. Те случаи, если он не получил прибыль, ставить его на счетчик и так далее, я думаю, вообще-то в принципе Тора такое не запрещает, да? Но и не поощряет. Поэтому законы. Законы это уже будет называться не просто проценты, а это уже называется грабеж. Правильно? Вот. Грабеж и обман. То есть обман запрещен не по особой причине обмана, а есть определенные заповеди, которые не обманывают друг друга и не грабят, да? поэтому суды такие под проценты это является обманом и грабежом, причем узаконенным грабежом. И гемара называется это грабежом и такого клиента называется ограбляемым по собственному желанию. Так что вы должны понимать все эти вопросы. Ну, хорошо. Вопросы чистоты, не чистоты мы заберем, разберем в следующий раз, когда доживем до этого момента. срок пользования насосом истек? срок пользования насоса. А вот вы должны были договориться. Да. Все.